Сейчас была такая интересная картина, когда я заканчивала это видео, предыдущее видео про Futuro. Ведь я говорю по-русски и кое-какие элементы вставляю по-итальянски. И мужчина проходил с собакой гулять. Он слышал, что я говорю по-итальянски, такой на меня смотрит, наверное, думает, боже, вот это странная картина. Девушка стоит напротив Колизея и говорит про Futuro Composto. Постоял и ушел. Итак, еще немножко про Futuro Composto. В прошлом видео я уже говорила, что Futuro Composto используется для того, чтобы показать какие-то сомнения относительно прошлого, да, то есть вы можете сказать... Почему твой папа не пришел на ужин? Наверное, он остался в офисе. И сегодня я поговорю о втором значении Futuro Composto или Futuro Anteriore. Это Nacione Futuro Prima Dium Alterazione. Действие в будущем перед другим действием в будущем. Это у нас что? Это у нас такая сложная, будет уже сложное предложение, сложно подчиненное предложение. Итак, у нас есть три слова такие, три маркера, три звоночка, которые вам покажут, что после них нужно использовать Futuro Composto. Это cuando, это dopo, que и appena. Как только вы видите, dopo, que, appena и cuando, и это все про будущее время, там нужно ставить Futuro Composto, да, то есть вы сразу после них ставите Futuro Composto и уже потом во втором предложении ставите Futuro Semplici. Quando sarò venuta a casa, ti telefonerò e parlaremo di tutto. Когда я вернусь домой, я тебе позвоню, мы обо всем поговорим. Dopo che mi avranno detto i resultati del exame, potro dire cosa dobbiamo fare. После того, как мне скажут результаты экзаменов, я смогу сказать, что мы будем делать. Или appena. Appena sarò tornata in albergo, appena sarò tornata in albergo, appena sarò tornata in albergo, a bere un café. Как только я приду в отель, я выпью кофе. То есть вот такая конструкция у нас есть. Cuando, appena, dopo que, плюс Futuro Composto и плюс Futuro Semplici. Абсолютно необязательно предложение должно начинаться с cuando, dopo que, appena. У вас может быть сначала Futuro Semplici и потом уже вот это предложение с cuando. Например, be un café cuando sarò venuta in albergo. Выпью кофе, когда приду в гостиницу. Главное, чтобы это стояло после cuando, либо после appena, либо после dopo que. То есть такое положение, такой порядок необязательно. Обязательно порядок, что после cuando, dopo que, appena, у вас будет стоять Futuro Composto. Например, Вот такие вот предложения. И пару предложений написала здесь. Здесь вам покажу vero a casa y manjero y cuando sarò venuta a casa y manjero. Вот этот как раз лайфхак, как можно избежать Futuro Composto и правильно построить предложение. Vero a casa y manjero. То есть вместо сложно подчиненного предложения сделать сложно сочиненное с помощью союза e. Vero a casa y manjero. Приду домой и поем. Тогда эти предложения уравниваются между собой. То есть они становятся одинаковыми. Vero a casa y manjero. Приду домой и поем. Или cuando sarò venuta a casa y manjero. Когда приду домой, я поем. Ведь это первое действие в будущем. Я поставила циферку 1 и вот это вот второе. Вот такие интересные вещи про Futuro. Естественно, итальянцы даже в этих конструкциях после cuando, apenas que используют просто Futuro Semplici. Вы такое можете увидеть очень часто. Они скажут cuando vero a casa y manjero. Это нормальная ситуация, но если вдруг какой-то, не дай бог, тест, то нужно обязательно следовать этим правилам и писать правильно. Поэтому будьте внимательны к Futuro Composto. Это уже такая грамматика высокого уровня. Поэтому, если вы до нее дошли, если вы чувствуете все силы, обязательно используйте Futuro Composto. И все. Grazie mille. Vi saluto. Ciao, ciao.